На этом уроке мы с вами научимся правильно обращаться к элементам сайта WordPress, научимся правильно их отслеживать, находить вложенные соседние селекторы и крутить сайт через панель консоль браузера. Итак, мы приступаем. Для того, чтобы изменить элемент шаблона WordPress, нам нужно получить его данные, класс, идентификатор, посмотреть какой-то элемент вложенный или соседний к этому элементу. Итак, как я говорил ранее, я буду показывать все на примере браузера Opera. Давайте возьмем сайт из моей программы WordPress Революция. Итак, давайте я покажу, как ловить элементы сайта. Мы кликаем, например, вот по этому блоку с товаром и выбираем посмотреть код элемента. Перед вами откроется панель браузера. Здесь вы можете изменить размер панели и окна, и области просмотра. Для этого вы наводите курсор мыши границы консоли и зажимая левую кнопку мыши, после появления двойной стрелки сдвигаем границу в панель вправо или влево до необходимых размеров, то есть до комфортного состояния области просмотра и чтения кода. Затем давайте снова кликнем правой ногой мыши по необходимому элементу и снова выберем посмотреть код элемента. Как вы видите, интересующий нас элемент выделен серым цветом. Теперь нам нужно уточнить элемент. Для этого мы наводим курсор мыши на выделенный код и посмотрите, при наведении на код в окне просмотра выделяется элемент сайта, за который отвечает данный код. Давайте разберем этот участок кода. Итак, как вы видите, за заголовок блок отвечает тег h2 с классом box-title. С ним по соседству разместился элемент с подзаголовком в нашем каталоге, который оформлен в виде тега p с классом box-subtitle. Посмотрите, мы наводим на параграф и выделяется подзаголовок. Далее прокручиваем колесо вниз на панели консоли с кодом, для того, чтобы посмотреть код, расположенный ниже. Либо можете расширить область просмотра кода на панели по вертикали. Для этого наводим курсор мыши к нижней границе области просмотра HTML верстки, пока не появится двухконечная стрелка, и тянем границу вниз. Итак, мы разобрали с вами заголовок и подзаголовок, которые являются по отношению друг к другу соседними селекторами, то есть соседними тегами. Но посмотрите, они входят в состав блок, который оформлен тегом div с классом box-header. Наводим на него курсор мыши. Да и да, посмотрите, все-таки они входят в его состав, то есть являются вложенными. По соседству с блоком box-header разместился блок с товарами, который оформлен в виде тега div с классом promo-content-wrap. И посмотрите, два div с классами promo-content-wrap и div, содержащий в себе заголовок и подзаголовок, входят в состав и являются дочерними по отношению к блоку, оформленному в виде тега div с классом promo-категории wrap. Кстати, посмотрите, этот блок promo-категории wrap заходит за поле видимости по горизонтали, поэтому мы можем прокрутить сайт вниз. А вот этот блок promo-категории wrap является как бы оформлением вот этого единого блока и входит в состав блока оформленного в виде тега div с классом promo-категории area. Кстати, посмотрите, у него несколько классов для применения изменений к этому div. Можно обратиться к любому из этих двух классов. Итак, давайте представим теперь структуру этого блока с товарами более наглядно. Блок с товарами обрамлен тегом div с классом promo-категории area. Этот div включает в себя единственный элемент. Еще один div с классом promo-категории wrap. Он нужен, скорее всего, для настройки небольшого смещения контента. И уже этот div содержит в себе два дочерних блока с оформленными тегами div с классами box-header и promo-content-wrap. И эти два divа являются по отношению друг к другу соседними, а по отношению главному divу дочерним и вложенным. В состав box-header входят два дочерних тега по отношению к нему и соседние по отношению друг к другу теги h2 для отображения заголовка блока и тег p для отображения подзаголовка. Второй вложенный div с классом promo-content-wrap содержит в себе еще подблоки. Как вы видите, здесь в верстке имеются вот такие маркеры, которые используют для скрытия или отображения дочерних элементов и контента данного участка кода. Давайте посмотрим на дочерние блоки тега div с классом promo-content-wrap, который необходим для отображения презентации товаров. Итак, мы открываем подблоки, кликая вот по этому маркеру. И посмотрите, перед нами открылась расшифровка. Как вы видите, каждый товар в этом блоке представлен отдельным div с классом promo-категории content. Эти divы являются друг к другу соседними и к divу, в состав которой они входят, дочерними. И так можно копать все дальше и дальше, пока мы не дойдем до самых последних вложенных элементов. Например, в данном случае это будут заголовки с названиями товаров. И так мы поймали необходимые элементы и узнали их классы или ID-шники и поняли и разобрали всю структуру интересующих нас элементов. Что нам делать дальше? Лучше всего во второй вкладке браузера открыть вашу консоль редактирования, перейти в панель настроить, а именно во вкладку дополнительные стили и проигнорировать все предупреждения. Именно в этой панели вы будете писать код, который изменит ваш шаблон. Итак, давайте для начала уменьшим ширину нашего главного блока. Давайте изменим ширину блока с товарами и скроем два последних товара. А затем у первого товара поменяем цвет названия. Итак, значит мы должны сделать корректировки вот в этом блоке с категориями товаров. Для начала мы хотели изменить ширину главного вот этого блока, в который ходят все эти блоки. Давайте для начала кликнем правой кнопкой мыши на заголовке стильные товары и выберем посмотреть код элемента. Нам нужно найти вот этот главный блок. Как я говорил, он сейчас по-моему вот он, промо категория в раб. Вот он, промо категория ре. Видите, я вычисляю блоки главные, вложенные соседние при наведении и отслеживаю их на левой панели, где отображается сайт. Вот он, значит промо категория ре. Нам нужно, значит, обратиться к этому блоку. Промо категория ре. Для этого во второй вкладке, где открыта вот эта панель редактирования. Давайте спустим справа сайт на нашу область, чтобы видеть все изменения. И обращаемся через класс. Точка, то есть обращение через класс, как мы проходили уже это. Промо тире категории аре. И открываем квадратные фигурные скобки для того, чтобы прописать свойства. Будем использовать свойства ширины витш. Витш. Ставим двоеточие. По синтакте сможем здесь проходить по CSS. И установим ширину в 80%. Видите, сразу уменьшился блок. Он уменьшился. Все. И точку запятой ставим. Мы хотели изменить ширину блоков с категориями товара. Вот этих вот. Итак, давайте вернемся в нашу предыдущую вкладку, где мы отслеживаем элементы. И найдем мы... И мы должны получить доступ к этим блокам. Как вы помните, значит... Ну, давайте сделаем вид, что мы не знаем, какой класса это отвечает. Давайте кликнем на любом из блоков. Вот на этом, допустим, посмотреть код элемента. То есть, вот он нам выдает, сразу выдает код изображения. Но изображение, оно вложенное. То есть, оно вложено в ссылку. Ссылка у нас вложена, получается, в div promo категории. Этот div вложен в другой div promo категории content. То есть, видимо, вот этот промо... А, вот получается, что вот это промо категории image class. То есть, div вложен в общий контейнер этой категории. А этот контейнер вложен в общую секцию с этими категориями. То есть, по факту, нам нужен промо категории content. Давайте более глобально посмотрим на этот div, который нужно изменить. Давайте его свернем. И посмотрите, что мы видим. То есть, получается, все категории товара содержатся в секции, то есть, в div promo content wrap. Но нам надо изменить не ее, а вот вложенные в нее вот эти все товары, да? Вдруг, категории. Все категории имеется класс один и тот же. Promo category content. То есть, по факту, мы можем сразу обратиться напрямую к этому классу. Promo category content. Но давайте усложним и обратимся к этому классу как к вложенному. То есть, обращаемся к общей секции promo content wrap. А затем, как к вложенному классу, promo category content. Потому что он уходит застав вот этого класса. Давайте возвращаемся на вкладку, где мы вводим свойства. Promo content wrap. И обращаемся к вложенному в нее, к вложенному в этот класс дивам. Ставим пробел. И давайте посмотрим, как класс этот еще раз называется. Promo category content. Вот здесь выходит ошибка, потому что мы не довели до конца, не дописали свойства. Сейчас допишем до конца, все исчезнет. Promo category... Так, кстати, вот тут точечку мы забыли поставить. Мы же к классу обращаемся. Еще раз смотрим. Promo category content. Content. И давайте пропишем свойства видж. Он подсказывает нам. Ну, давайте поставим, допустим, 50%. Что у нас получится? Слишком большой, да? Точку запятую ставим и уменьшаем, давайте, до 20%. Можно до 10%, можно до 30%. Ну, пусть вот тогда 30%. Так, а теперь нам мы хотели скрыть два последних товара. Ну, там есть небольшая загвоздка. Давайте вернемся во вкладку, где мы отслеживаем. Если мы напрямую обратимся, даже вот как мы вот здесь это делали. Давайте допишем свойства. Ну, смотрите, вот, короче, они все имеют в виду, все имеют одни и те же классы. Вот эти все категории имеют один и тот же класс. Promo category content. Если мы обратимся через этот класс к Promo category content, то все скроются товары. Они имеют один и тот же класс. Если даже обратиться как к вложенному, все равно все скроются. Что же делать? Нам нужно обратиться через соседние селекторы. Смотрите. Мы, значит, снова обращаемся через вложенность, то есть Promo content wrap и обращаемся к вложенному селектору, то есть именно к этим категориям товара, то есть к секциям с категориями товара. Promo category content. И давайте для примера скроем и посмотрим, что будет. За скрытие отвечает свойство display, как вы помните. Display со значением none. Видите, все эти секции с категориями товара ушли. По факту мы сейчас обратились ко всем вложенным. Для того, чтобы обратиться ко второй секции, нам нужно... Тут по умолчанию как бы мы уже обращаемся к первой секции и нам нужно переброситься на соседнюю к ней вторую секцию. Для этого ставим признак соседшего селектора плюс и вводим класс вот этих вот, общий класс вот этих вот всех секций. Это Promo категории content. Смотрите. Promo-категории content. Видите, первая осталась секция, но ушли все остальные, потому что они к ней соседние. Теперь давайте добавим еще один соседний селектор также. Плюс. Promo. Категории. Content. Видите, теперь получается, что мы при обращении, то есть прошли два элемента, нам по условиям нужно скрыть четвертый и пятый элемент. Поэтому мы еще добавляем один соседний селектор. Promo-категории content. Все. Видите, первые три элемента мы оставили, четвертый и пятый ушел. Так, далее, что мы хотели? Мы еще хотели окрасить вот это вот название в этих блоках. Давайте посмотрим на код этих названий. Опять переключаемся в другую вкладку, где мы это все делаем. И вот аксессуары, допустим, да. Посмотреть код элемента. Он выводит нам div, то есть раздел с текстом, где он указан. Открываем, кликаем по маркеру. Тут он, значит, содержится в h4. Открываем h4, и он содержится как ссылка. Значит, как нам обратиться? Если мы обратимся просто через A, то ничего не произойдет. Поэтому нам нужно обратиться через вложенность селекторов. Значит, мы обращаемся к разделу, который содержит название этой категории. Вот оно, Promo-категории text. И затем обращаемся к вложенному заголовку, то есть к самому этому названию, к заголовку h4. А затем мы обращаемся к вложенному в этот h4 тег, тег A, то есть тег ссылки, который уже содержит это название. То есть у нас будет следующее обращение. Переключаемся на другую вкладку. То есть что мы получаем? Promo-категории в rap. Так, смотрим еще раз на путь. Promo-категории не в rap, а text. 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 Да? Text. Обращаемся к вложенному. Ставим пробел как символ вложенности. h4. Давайте попробуем без A. просто обратиться к h4 и посмотрим, что получится из этого. И указываем, допустим, color, цвет и red. Видите, не изменилось, потому что в h4 вложена еще и ссылка, то есть тег A. Давайте обратимся к вложенному в h4 тегу A. Видите, все поменялось. Если нужно было в первом поменять, то можно было использовать псевдокласс. там last shield и еще какие-то там есть псевдоклассы, которые позволяют выбирать сразу, без участия соседних селекторов, сразу либо первый элемент, либо последний, либо через один, либо только четный, либо нечетный. Об этом вы можете почитать справочники, так что я этим вас не буду загружать. Как вы видите, у нас все получилось. Не забудьте после внесения изменения обязательно сохранить эти изменения. Вот именно так необходимо отслеживать код интересующих нас элементов, понимать путь обращения к ним и узнавать их класс и айдишники, после чего прописывать необходимые стили. В сегодняшнем домашнем задании вам нужно прописать правильное обращение к различным тегам. Итак, закрепите сегодняшний материал. И в следующем уроке я вам покажу самые часто встречающие маневры по изменению дизайна шаблона WordPress.